МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родима Ачакая, как отец выглядывает заблудшего сына, как мама ждёт загулявшее дитя, так и наша краина раскрыла обдымки. Только этот жест любви и все прощения зачастую превращали в самое ужасное постыдное оружие. А всеобъемлющая любовь в оружие победы. В победу жизни над смертью не распинайте Родину. Тогда, слава Богу, не получилось, больше не надо. А главное, в нашем первом из событий недели авторский взгляд, политика без галстуков и купюр, пустовой на СТВ. Мир вашему дому, добра у хату, шалом алейхам, ассалям алейкум. Как бы кого и не устраивала эта фраза, но в ней вся пресловутая белорусская многовекторность. Как бы кто ни критиковал нашего президента за его миролюбивые международные посылы. Мол, это самая выгодная роль в геополитике, а кто-то в этом видит и дипломатическую расчётливость. Но ведь никто другой из политиков Европы про это миролюбие и не заговорил, и не предложил даже. Потому что нет таких же фигур. Нет. Все с оглядкой. Вы думаете, на электорат? Да нет. На главных заказчиков и владельцев мирового капитала. На обычную банду мирового масштаба. Даводская бандформирование. Именно его интересы обслуживают ОБСЕ и ЮСАИД. Именно под их интересы пишут инструкции ВОЗ и законы теперь уже многие страны. И всё это называется демократией и главенство свободы. Свободы мировых капиталистов от совести и нравственности. Все, кто заблудился, ищет шлях до хаты, будут увещевать, призывать и даже запугивать. Не смотрите пропаганду, только СТВ не включайте. Там токсичная ложь. Но токсичной ложью именно наши антагонисты и кормят своих адептов и всех любопытных белорусов. Ничего нового. Раньше просвещенная инквизиторская Европа заливала в уши людям яд, сейчас яд лжи. Вы можете не смотреть СТВ. Ну, лучше смотрите, конечно. Только ответьте честно на несколько программных вопросов. Почему молодой народный президент Лукашенко резко стал последним диктатором Европы? Как только отказался от проектов Сороса и патроната Жака Ширака. Вот сегодня он ещё не диктатор. С ним встречаются, к нему едут, сам Клинтон. Это же мировая легиметизация. А как только отказывается от шоковых политических и экономических экспериментов, всё. Враг демократии. Так что такое демократия? Или кто? Почему в такой толерантной Европе не услышали предложение нашего главы государства по интеграции интеграции? От Лиссабона до Владивостока. Многократное и постоянное. Приезжали, кивали, улыбались, селфились. И результат где? У Стеллы и у Риги в 2020 году, в августе. Так кто стену выстраивает и рушит мосты? Кто натягивает колючку? Кто минирует границу? Кто вынищав самый реликтовый лес Европы? Кто уничтожал миграционные тропы зверей? Природную интеграцию? И кто по-зверинному относится к тем, чьи дома и страны разрушил коллективный Запад? А как-то поливали наши власти за вырезанный сухостой Беловежья. Критики экологии. Где вы? Нет спонсорских 30-ти сребреников. Нет повестки. Если вы в европейских хостелах, вас тоже намагаются простить. Только вот еще на пару вопросов. Вот видите, ракетная атака в канун Нового года была на нас, но агрессоры мы. Разведывательные дроны летят на нашу сторону, а санкции за агрессию тоже на нас валятся. И самое интересное, это мы собираемся нападать границей от Полоцкого погранотряда до Гомельской пограничной группы. Со стороны соседних стран кишат военными. Да и не мы устраиваем провокации на помежже. Алло, холбар! Если я перейду, ты будешь стрелять? Давай-ка я до вас перейду, я щекой. Да, надо, чуть-чуть выдержу. Вот не забывай. Страховка от войны, дружба с Россией, надежная опора и военная из союзного государства. Это вынужденная рука помощи, чтобы, если что, с двух кулаков. Вот по этой причине у нас квартируются войска союзной России. И никаких конспирологий больше и не надо. Мы дружим. Да, с той страной, которую нас пугают. С той страной, которая никогда не была захватчицей. Ну нет на ее руках крови, капающей со скальпов уничтоженных племен сразу двух континентов. Не было в нее роду проклятий замордованной Африки. Даже в Афганистане Шурави строили больницы и дороги. И если мы были бы захватчиками, то в 1814 году собор Парижской Богоматери превратили бы наши казаки в конюшню. И если бы мы были захватчиками, то в 1945 году просто сравняли бы с землей всю эту архитектурную гордость неблагодарной Европы. А знаете, европействующие, часто восхищающиеся, ах, тесные улицы Европы, шампуни моют. Техническим. Ага, наверное, тем, что нам реклама в 90-е втюхивала. Слушайте, не тем гордимся. Знаете, что все тесные улочки Европы от духа угодничества и податливости отмыты кровью наших предков. Страховка от войны – это милосердие к другим, к тем, кто уже бежит от нее. Да, к беженцам. Сначала их подкармливали наши пограничники. Я помню, как работники штабов приезжали туда на границу не по инструкциям, а по велению сердца. Прямо из своего сухпайка солдаты подкармливали детей беженцев. А он у нас достойный. Потому руку помощи раненым, искалеченным, радушным западным приемом протянули врачи, власти приграничных областей, волонтеры белорусского Красного Креста. Да вся страна. Так до сих пор поступаем. Так что наши пограничники берегут нас от войны во всех смыслах. И службой, и милосердием, со состраданием. Рядом милицейские спецподразделения и армейский спецназ. Помните, когда раньше мы говорили «Я, мы ОМОН». Сейчас тоже самое, можно сказать, «Я, мы пограничники». Сейчас там наша передовая. Я всегда и давно говорил «Война – последний аргумент Бога». СВО – очищение и спасение. Теперь это стало мейнстримным мнением. Избрали чужих кумиров от того война у ворот. Вот поэтому Беларуси война не грозит. Нас очистил 20-й. От многого избавил. От компрадорской элиты и элиту от компрадорских идей. От рекомендаций МВФ по повышению пенсионного возраста и услуг ЖКХ. Как следствие, разрыв между стратами и глубинного народа от власти. От дикого либерализма президент отстоял страну в тяжелейшие 90-е. Страна расслабилась, теплая ванная, либерализация экономики и скрытая прихватизация своего настоящего западным. Начинали кормить шлихетским субпродуктом и неоязычеством европеизации. Как ответ нравственному христианскому союзу с Востоком. Прям с детского сада начинали готовить поколение аутсорсинга. При этом нянечкам платили очень мало. Разрывая общество. Дело не в определенной деятельности, дело в отношении к родине и уважении к роду и родителям. Ведь пока посланники западного мира улыбались президенту, враги плели здесь свои коконы НКО. Мы думали, они поделятся технологиями и инвестициями. И они поделились технологиями уничтожения института семьи, нравственности и раздраем молодежи. Инвестировали в уничтожение детской психики и системы образования, превращение университетов в пляцовки протестов. Вот все это воспитанное сытой и жаждущей большей приватизации всего народного государственного и взбунтовало. И пока страна сама очищается от чужого, а сейчас зачастую с синонимом инфернального, от хэллоуинов в публичном пространстве и монстров хаги-ваги с детского мира, войны не будет. Главное, чтобы на государственных площадках, кинотеатрах, даже кафе больше не было слышно и видно, как борозьбитки, условно говоря, зигуют нетрадиционным ценностям, ставшим бэкграундом перемен. Именно Лукашенко отстоял страну. Власть исправляет ошибки. Кстати, общественность, да, в этом процессе активно задействованы и провластные коммуникационные каналы, телеграм-каналы, те же желтые сливы премиум. А вот теперь задача Лукашенко вырвать из волчьей пасти одурманенное стадо переменщиков. Вернуть домой. Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома, это не я придумал. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Но только тем, кто вернется или с мест не столь отдаленных, или из-за границы, и будут, как у нас принято говорить, ебатьками еще большими, чем те, кто сегодня нас окружают. А такие есть. Помните, как глава государства на предложение, пускай бы белорусы наступили на эти грабли и мнимые свободы, а то не пуганы. Тогда наш президент сказал, я не хочу, чтобы мой народ был пуганым. А теперь Александр Лукашенко не хочет, чтобы белорусы становились жертвами в чужих геополитических разборках. А гулам никто ничего не должен делать, ибо мы потеряем своих сторонников и законно потеряем. В том числе и вас, вот журналисты, которые здесь, которые сейчас на острие, и тогда им не сладко было. Мы это должны учитывать. Флером демократии и свобод драпирует сейчас что угодно, даже неонацизм. Он всегда цербер мирового капитализма. Где главное – это деньги. Скажите, чем запах от детской Гарри отличается от Гарри Освенцима? Такой же страшный. Чем слезы матерей Донецка по убитым детям отличаются от слез матерей Каменецкого или Тростенецкого гетто? Те же соленые. Чем трагедия Кристины Жук, Горловской, Мадонны, отличаются трагедии Сары и Спинска? На этой неделе мир вспоминал Холокост. А когда мир заговорит о зверствах неонацизма? Кстати, у Холокоста и ковида были одни задачи. Отнять богатство и сократить определенную часть людей. Это якобы Лукашенко готов бросить белорусов в котел войны. Но только почему-то в педроздилы Харугв и Калиновцев рекрутируют мигрантов именно ваши бывшие лидеры. Что уехали за ним обозом в Польшу и Литву. У господ спонсоров штаб авторитет утерял. На европейских фуршетах и приемах его уже не найти. А вот торговаться за безбедное существование можно, отправляя свежую кровь на смерть. Да, БЧБ-идиотизм не насытен в жертвах. Сейчас Лукашенко ввязался в борьбу за вас, тех, кто хотел его знищить. Своих не бросаем. Отдельное из тех, кто туда побежали, теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет. Калиновцы в Украине, так, эти хоругви в Литве, в Польше. Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Но мы это прекрасно видим. Их на фронт отправляют в Украину. Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируйтесь, оттренируйтесь. Поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку. Недавно на фронте попали под обстрел. Коллегами ведь сколько осталось. Кому они сегодня нужны? Никому. Но сейчас начнется. Это проявление слабости и трусости. Заискивание с Западом. Знаете, в простоте гениальность, в милосердии, величие победителей. А еще просто и понятно. Все это ищут подтекста. А все просто. Президент, как многодетный отец, понимает, как может болеть душа у родителей за своих детей. Вот это по-батьковски. Но никто не говорит о измене вектора. Все четко. Надо просто не потерять великую гвардию проявленных в тяжелую годину патриотов. Да, отметили и наградили патриотов Беларуси. Но это единицы и десятки. А людей сотни и тысячи. Выход привлечения их в общественные советы. А что касается тех, кто был на передовой, нет, не против беларусов, а против сбросившего личину Запада. Помнят всех. Почти поименно. Все будет чинно, по закону. Но ведь сейчас уехавших запугивают. Потому как ваше тяжелое существование, там это легимитизация и основание политических трудней в Грантососе. Сейчас мода проходит даже на украинцев. Польские функционеры предлагают отправлять их на передовую. И у уехавших беларусов тоже времени осталось немного. Очень немного. Позвоните или напишите. Много, очень много президент сделал для страны. А те пограничные столбы, что попытались убрать глубинные либералы, снова президент восстанавливает. Социальное и нравственно ориентированное государство. Беларусь всегда это оплот, крепость. Нет не только славянского мира, еще и просто мира. Ведь это так по-белорусски. Потому президент желает вернуть еще и общественное согласие. Причем в 20-м это незримое противостояние вылилось на улицу. Одним нравится Костюшко, другим Суворов. Но нас объединяет одна наша любимая страна. И победы. Ну, например, сегодня Соболенко. А еще беларусы могут делиться, ну, например, по отношению к сгущенке. Одни будут предпочитать Глубокскую, а вторые Рогачевскую. Ну, или Коммунарку, или Спартак. Выбирайте. У нас все получится. Дальше надо будет возвращать к миру Украину. Родную Украину. К себе. В родную купель. Нашу Украину. Не в плане территории, а в плане ментальности. Тяжело там на чужбине. Это приветствие, с которого я начал свою рубрику, разошлось по всему миру. С этим приветствуем апостолы шлюмир. И если дом будет достоин, мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Давайте сделаем так, чтобы мир нас и не покидал. А мы будем сакральной пуповиной не отрываться от батьковской хаты. От батьковшины. От дома.